Привет друзья! Сегодняшний ролик у нас о первом некоронованном чемпионе мире Адольфе Андерсене. Адольф Андерсен личность очень серьезная и поэтому ролик у нас будет не один. То есть это первая часть. Родился Адольф Андерсен 6 июля 1818 года в городе Бреслау. Ныне это Вроцлав и принадлежит Польше, но тогда это была Германия. Родился в бедной семье, в возрасте 9 лет научился играть в шахматы. Научился играть настолько здорово, что стал первым некоронованным чемпионом мира. Почему некоронованным? Потому что матчи на первенстве мира тогда не проводились. Первый турнир, который проходил на первенстве мира, не собрал абсолютно всех сильнейших игроков. И хоть Андерсен и победил в нем, и в Германии его объявили чемпионом мира, в данный момент он считается все-таки некоронованным чемпионом. Андерсен учился в шахматной игре на партиях матча Лабурдоне между Лабурдоне и Макдоналдем, также по учебнику Филидора. И поэтому, конечно, тяготел к очень комбинационной игре, и вообще был одним из самых ярких шахматных романтиков. Конечно, было бы неправильным считать, что Андерсен умел только комбинировать и совершенно не соображал в позиционной игре. Но, конечно же, наибольший вклад у него в всемирную сокровищницу комбинационной игры естественно внесены партиями, где он что-то пожертвовал. О вкладе Андерсена в дебютную теорию, даже современную дебютную теорию, мы в основном поговорим в следующем ролике. Сегодня я вам покажу несколько партий. Первая – это матчевая партия с Кизирицким. Этот матч проходил в рамках первого международного шахматного турнира, состоявшегося в Лондоне, и приуроченном к всемирной выставке. К этому турниру Андерсен очень серьезно подготовился. Как мы помним, Говард Стаунтон, простому небогатому учителю математики, оплатил все расходы, о чем, возможно, в дальнейшем пожалел, потому что Андерсен обыграет его в полуфинале. Андерсен временно оставил преподавание математики, переехал в Берлин для начала, где занимался шахматами с сильнейшими шахматистами Берлина того времени. Приехав в Лондон, Андерсен много играл в шахматы. Выбив Кизирицкого в первом круге, он в дальнейшем сыграл с ним массу легких партий. Давайте сначала посмотрим третью партию матча. Очень легко с ним Андерсен расправился в четырех партиях. Разыграл в первой партии социальянскую защиту. Систему, которая на данный момент носит название Шевененгенское. Тогда об этом еще не знали. Но построение вполне современное. И план, который провел Андерсен, тоже вполне современный. После того, как белые поставили пешку на С4, это уже даже не Шевененген, а настоящий еж. Система ежа приобрела популярность в середине 20 века, во второй половине 20 века даже, с успехами Ульфа Андерсона и массы других сильных шахматистов. Льва Псахиса. Неаккуратным ходом F4 белые позволили противнику захватить инициативу и быстро зевнули фигуру. Конь F4, конь бьет D3 и здесь сдались. Но Леонель Кизерицкий не был таким уж слабым шахматистом. В легких партиях, которые они с Андерсеном сыграли в Лондоне, он, если мне не изменяет память, победил со счетом 7-5 Адольфа Андерсона. То есть, борьба у них шла на равных. Самую известную партию, именно легкую партию между этими противниками в Лондоне, я не буду, вот сейчас мы посмотрим, я не буду заострять внимание на дебюте. Очень острый вариант Королевский Гамбит у нас разыгран. И в какой-то момент белые пожертвовали фигуру слона на B5 ради того, чтобы опередить противника в развитии. Вообще, подобный подход к игре у Андерсена заметен. Он стремится к развитию фигур к максимально быстрому, как все последователи романтической итальянской комбинационной шахматной школы. И вот в данной позиции, вместо сильнейшего D4 с дальнейшим конь D5, Андерсен проводит красивую комбинацию. То есть, он увлекается красотой, ну, ради красоты. То есть, ход конь D5 не сильнейший. И, естественно, черные, особенно после хода слон D6, то есть, все еще за белыми сохраняет большой перевес, скажем, ход ладья H1E1 или даже D4. Но следует слон D6. И точной игрой здесь черные могли отбиться. Ну, точную игру даже сейчас современные компьютеры не всегда быстро находят. И отбиться это не значит выиграть. То есть, забрав две ладьи и начав со взятия на А1, черные добивались всего лишь несколько лучшей игры. То есть, им пришлось бы потом очень много пожертвовать. Разбирать, разобрать это вы сможете сами. Партии будут прикреплены под роликом. То есть, здесь мы рассматриваем эту партию с вариантами, которые привел доктор Хюгнер. То есть, вы, я думаю, с удовольствием их поизучаете. Действительно, смотреть за партиями Андерсона, разбирать варианты, ну, доставляет очень большое удовольствие эстетическое. Очень красивая игра была. После слон бьет. Кизеритский взял слоном на G1. И после сильнейшего хода E5 выясняется, что черные беззащитны. У них колоссальный материальный перевес. Но, ввиду угрозы, коль бьет G7 в шаг и слон C7 мат, неотразимый, черные сдались. В учебники эта партия попала с продолжением. Как будто бы черные не сдались, а сыграли конь А6, и после конь бьет G7 и ферзь в 6 шаг. Все их войско, за исключением трех пешек, ничего не смогло поделать, всего лишь с тремя легкими фигурами противника. В таком ключе Андерсон и старался действовать. Максимально быстрое развитие. Не считаемся с жертвами. Это, конечно, такой стиль привлекал к нему множество поклонников. Всем было приятно наблюдать за такой игрой. Партия, которую мы только что посмотрели, называется «Бессмертный». Следующую партию, которую мы с вами разберем, Вильгельм Стейниц назвал «Неувидаемый» в лавровом венке немецких шахматных романтиков, по-моему. Ну, нам она более известна как под неудачным переводом «Вечно зеленая». То есть, ну, неувидаемая на самом деле. Тоже мы быстренько пропустим дебют. Гамбит Эванса. Белые жертвуют пешке. Ради того, чтобы задержать короля противника в центре. И ради развития фигуры. Захвата центра, конечно. В этой позиции, которую вы видите сейчас на диаграмме, любой практически современный шахматист просто начал бы охоту за ферзем, которая увенчалась бы успехом. То есть, черным приходится терять материал. Но Адольфа Андерсона, я думаю, что он видел эту возможность. Это не прельщает. Он заготовил очень красивую комбинацию. И начал ее осуществление с хода кони в 6 шах. Ну, как по мне, так самым простым. Ну, да, коль же 3 было. И в дальнейшем ладья АД1, даже без ловли ферзя. Видно, что у белых колоссальный перевес в развитии. В центре они стоят намного лучше. Андерсон решает, что нужно задержать вражеского короля в центре. Скрыть линию для ладьи. То есть, такая серьезная боевая единица, как ладья, заработала. Как раз напротив короля. Ответ Жанна Дюфрейня был тоже очень сильный. Ладья АД8. По-хорошему, после ладья АД1, если бы Дюфрейн нашел сильный ход ладья АД4, то, скорее всего, он выиграл бы эту партию. Но он сделал самый напрашивающийся ход. Ферзь бьет Ф3. Напал на мат. На Ж2, на Ф2. Если сыграть Ж3, то помимо ладья бьет Ж3. И вечный шаг черным гарантирован. Черные могут ходом Конь Е5 подключить еще и слона Б7 к атаке. И кажется, что дела белых плохи. Именно на такую игру и игру противника ориентировался Адольф Андерсон. На самом деле, позиция белых выигранная. Он наносит один красивый удар за другим. Ладья бьет Е7. Ну, черные взяли на Е7. Хотя более упорным было король Д8. На что Андерсон заготовил повторную жертву этой ладьи. Очень красиво, конечно. И белые выигрывают Ферзя. И с Ферзем против двух ладей. Их шансы, конечно, намного выше. У них есть еще пара пешек. Плюс черный король расположен плохо, а все их пешки слабы. Но, конечно же, Дюфрейн делает самый понятный ход. Конь бьет Е7. Пока что не совсем очевидно, для чего белые отдали ладью. Но следует вот такой удар. Очень мощный Ферзь бьет Д7. Приходится брать. И после слона Ф5 крайне неприятная для черных позиция. Их короля атакуют две белые фигуры. Это называется двойной шах. Слон и ладья напали. И хотя черный Ферзь нападает на обе эти фигуры, взять он не может ни одну. От двойного шаха защита всегда одна. Отступление короля. На С6 отступать нельзя. И за слон Д7 мат в один ход. А после король Е8 белые поставили мат в два хода. Вот такая очень красивая жертва. Да, эта партия была сыграна через год после турнира в Лондоне. На турнире в Лондоне, точнее сказать, на некоторых аспектах этого турнира, я остановлюсь и еще вам расскажу. Например, о таких фактах. Андерсон не посетил всемирную выставку, потому что сообщил, что приехал он в Лондон играть в шахматы. То есть, вот профессиональный подход. По возвращении из Англии, художник Репти написал его портрет. Шахматные клубы назывались его именем. В дальнейшем Андерсон углубился в педагогическую работу. Стал профессором математики. И играл только товарищеские партии. В 1857 году сыграл в Манчестерском турнире. Турнир проходил по кубковой системе. Андерсон в первой партии победил Гарвитса. Во второй проиграл Иоганну Левенталю. И в 57-58 годах вообще в шахматы не играл. Но в 58-м году Париж приехал юный Пол Морфи. Следующий ролик будет у меня именно об этом шахматисте. Андерсон приехал, чтобы сыграть с ним матч. Сыграл два матча. Оба проиграл. После чего вернулся к активной игре. Об активной игре после матча с Полом Морфи у меня будет еще один ролик. Не пропустите. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. С вами был международный гроссмейстер Роман Ович. Субтитры сделал DimaTorzok